К другим новостям. 13-й район. Так Шутя называют свое новое место жительства, останчане которых переселили из города. Их дома попали под снос, а вместо прежних строений людям предложили участок земли. Вот только, как рассказывают сами, новоселы, район оказался без водопроводных сетей и даже без дороги. Арай Тимирханова выслушала жалобы. Ержан Дюсенбаев больше не верит в то, что мечты сбываются. Буквально год назад мужчина достроил свой дом. Казалось бы, вот одно счастье. Но властям понадобилась эта земля для строительства нового железнодорожного вокзала и других объектов. С родственниками жили там. У нас несколько участков было. 5-6 участков было там обстроено. Вот все связи с строительством железнодорожного вокзала нового нас сносили. Ну, нам предупреждали в этот снос. Но когда провели собрание в Акимате Алматинского района, нам обещали по 10 соток в каждом позиции. На самом деле людям выделили по 6 соток без какой-либо денежной компенсации. Но и это не самое страшное. Участок оказался не готов для проживания людей. У нас было одно из условий. Господа, если мы сюда переезжаем, дайте нам все условия. Что это подразумевает? Дороги. Вода. Электроснабжение. Дренажная система. То есть все это нужно, чтобы связи нету. Автобус сюда не ходит. Порядка 324 домов переселили в близлежащий поселок Астаны. Многие жители продали свои участки и уехали, так как сразу после переезда их дома затопило. На этом месте когда-то располагались дома. И добраться до ближайшей больницы можно было за 20 минут. Все магазины находились в шаговой доступности. Однако теперь людям приходится преодолевать десятки километров, чтобы оказаться в городе и получить медицинскую помощь. Отныне местом их прописки будет поселок Жебекжалы Акмолинской области. По-хорошему наш микрорайон окружает полностью вода. То есть это все Ишим. Плюс есть водохранилище. И когда воду выпускают, в связи с тем, чтобы не затопить город Астана, вся вода идет к нам. Мы обратились за комментарием в столичный Акимат. Но ответы на вопросы, была ли предусмотрена финансовая помощь на переезд и почему реальные условия отличаются от обещанных, пока не получили.